Камера есть? Есть. Начинаем! Команда «Мотор» и отряд советских солдат пошел на штурм. Съемки очередного эпизода 321-й Сибирской проходят на развалинах в поселке Пивовариха, которые выглядят не менее убедительны, чем развалина Сталинграда после серии налетов вражеской авиации. В роли полковника Кочелаева, актер Георгий Дронов, знакомый зрителю в основном по комедийным телесериалам «Саша плюс Маша» и «Воронины», резкая смене амплуа, рад. Это очень приятно. Образ, который очень хочется воплотить, потому что он пример. Знаете, как еще один хороший, сказали, вот этот человек, как я понял из его истории, есть два типа командиров, рассказали мне военные. Одни командиры кричат вперед, а другие кричат за мной. Вот это тот человек, который кричал за мной. К сожалению, он погиб, но в кино судьба его будет более благосконно, он остается в живых. Из других профессиональных актеров в картине задействованы Игорь Петренко, Кирилл Полохин, Юрий Назаров, Алексей Волков. В основном же, как сообщил режиссер фильма Солбон Лыгденов, почти весь актерский состав. Это обычные жители при Ангарии из соседних регионов, люди самых разных профессий. Но всех их объединяет то, что они сибиряки, как и бойцы 321-й. Это принципиальная творческая задумка. Мы почему взяли наши три объекта, вот наши три регионы, это Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область. Первого-наперво, это все представители нашей дивизии, 321-й, о котором мы рассказывали в нашем проекте, название, которое несем, представители этих регионов. И чтобы все персонажи, все люди, даже массовка, даже второй план, актеры, которые принимают участие, играют те или иные роли, образы, они должны представлять свой регион, потому что есть самобытность этих регионов. Следующий этап съемок в Иркутской области пройдет весной. Сталинградом на этот раз станет территория бывшего металлургического завода в Свирске. Галина Тернева, Павел Марков, Александр Барановский. Новости сейчас.